По странной части, начиная от Китова до факел социализма, вопросов нет. Имеет место вопрос от законной части до частного сектора. Почему? Потому что Непр отказался от услуг. В субботу приезжал руководитель рекоператора Андреев Михаил Васильевич. Пришла машина, правда, задняя загрузка. Сегодня должна подъехать машина с боковой погрузкой для того, чтобы в поселке Дежинск, где многоквартирные дома 21 единица и Политанский 2-3, наводить порядок. Я думаю, до пятницы тема закроется. Так-то, вроде как, больших нареканий нет, но вопрос осуществует и решается в рабочем порядке. А все-таки вот вы произнесли фразу «Днепр отказался». А это что, в рамках договорок? Могу пояснить. Дело в том, что в соответствии аукциона Днепр участвовал только по центральной и законной части города. По островной части он не участвовал. И, видимо, когда по островной части именно границы от братья Захара до частного сектора подрядчика не было, рекоператор попросил выполнять, наверное, все-таки временно ту работу, которую должен был выполнять организация, которая выиграла по конкурсу. Но в связи с тем, что в центральной части были проблемы, естественно, для того, чтобы минимизировать затраты в последующем-то и начинать нормально работать, он отказался от островной части города. И общую статистику. Сколько машин на данный момент работает от рекоператора, именно от Днепра? Ну, сейчас, если говорить в общем-то, где-то порядка 25 единиц. Это не только рекоператоры, вернее Днепр. Это и Синергия, это и Полигон, это и Огарев, это и Расторгуй. Потому что мы привлекли, попросили все балаковские организации, которые занимались вывозом, привлечь в эту работу. Потому что те, которые выиграли конкурс, они бы не справились. А вот все-таки Днепра машина сколько здесь? Порядка 8 единиц. В городе Балаково. Это куб в городе Балаково. Там еще и Угольский есть, и Волынский. В контейнерах какая-то ситуация? В контейнерах все завезли контейнеры? По контейнерам тоже имеет место вопрос. Не все. Пока есть центральные части, маленькие контейнеры, емкости на 345 пока не хватает. 0,7 кубов не хватает. В наличии и 100% комплектованности это мелкости 1 на 1, который охватывает частный сектор и охватывает, где у нас не как бы мусорные площадки находятся на территории, в домовых территориях. А есть информация по поводу увеличения мусора непосредственно на свалку, то есть стало ли больше вылазиться мусор из города или нет? Пока этой информации у меня нет, но мы сделали запросы. Первый это до 12-го числа, сколько и какой объем был вывезен. И до окончания месяца, 12-го по первое число, для того, чтобы сделать анализ двух-трих месяцев.